Это примерно на 650 миллиардов долларов меньше по сравнению. Это и ход расследования. Поскольку вы в курсе всех этих историй, давайте мы, наверное, начнем одно за другое обсуждать. С марша, да, наверное, начнем. 27 февраля, что будет? Ну, я готов войти в оргкомитет, я знаю, что он сейчас создается. Безусловно, должна быть серьезная акция, массовая акция, на которую люди должны высказать свое отношение и к расследованию, и вообще к этому убийству, и почтить память Бориса Немцова. Поэтому я очень надеюсь, что и власти Москвы пойдут навстречу организаторам, что мы не будем, как это было в прошлый раз, согласовывать по 10 раз все эти маршруты. Я думаю, что надо пройти с тем же самым маршрутом, что и год назад. Ну, это мое мнение, но в любом случае я готов буду согласиться с любым вариантом, который предложит оргкомитет. Я готов его поддерживать, готов лично сам участвовать. Обязательно приду и всех призываю. Да, это важно. Что происходит с мемориалом? Там все время какие-то новости оттуда приходят. То он сохраняется, то он не сохраняется, то там кого-то арестовывают, то все зачищают и возвращают потом обратно. Как вы думаете, что будет на этом месте и что должно быть? Ну, я думаю, что рано или поздно там как минимум появится мемориальная табличка. Она появится? 100% вопрос времени. А откуда уверенность такая? А потому что произошло политическое убийство, это теракт. Убили человека, который занимал высокий пост. Убили действующего депутата Ярославской думы. Убили человека, которого поддерживают миллионы. Более того, еще больше людей, которые возмущаются этим политическим убийством. И я думаю, что мы обязательно добьемся, что рано или поздно появится мемориальная табличка или будет улица названа в честь Бориса Немцова. Мы за это будем бороться. Мы не остановимся. Это совершенно очевидно. Почему сейчас вот так вот, почему, собственно, год спустя бы ей уже не появиться? Почему все время вот что-то такое происходит вокруг этого мемориала и вокруг этого места, и вообще вокруг идеи памяти, вот как будто бы не нужна она? Ну, во-первых, вы же видите, что происходит с расследованием. И власть, безусловно, не заинтересована в том, чтобы появилось какое-то символическое место, которое бы регулярно власти напоминало о том, что не только все там исполнители не найдены, заказчики даже не названы. То есть мы же видим прекрасно, что власть замалчивает это расследование и не хочет называть нам фамилии настоящих заказчиков. Это совершенно очевидно. А сегодня же уже было сказано, что расследование завершено. Ну и где? Ну и что? Да. Я думаю, нет. Во-первых, оно не завершено. Я думаю, что появится какая-то новая информация, новые вбросы появятся в ближайшее время. Я считаю, что вот эта вся истерика, которую мы наблюдаем со стороны Рамзана Кадырова и его окружения, вот это все говорит о том, что он не уверен в том, что расследование закончилось. Я думаю, что он демонстрирует сейчас активно лояльность. То есть все его вот эти обращения, они адресованы не оппозиции, на самом деле, они адресованы российской власти. Он демонстрирует, что он очень влиятельный губернатор, что его поддерживает в Чеченской республике, поэтому собирает митинг. Он демонстрирует свою силу, свое влияние уже в других регионах страны. Таким образом, он показывает, что продолжать расследование, или, по крайней мере, намекает, не стоит, потому что может быть какая-то обратная реакция. Я думаю, что все эти вещи взаимосвязаны. И я не исключаю, что на каком-то этапе, если будет принято политическое решение все-таки расследовать это убийство до конца, а наши силовики в этом заинтересованы, они обязательно назовут имя настоящего заказчика. А вот объясните мне, объясните мне вот эту вот историю, я не до конца все-таки это понимаю. Наши силовики, говорите вы, и не только вы, действительно, заинтересованы в том, чтобы реально раскрыть это преступление. А вроде как наши власти проявляют какие-то другие тут интересы. Ну, по крайней мере, вот невидимые поддержки полные. Ну, смотрите, надо понимать, почему они хотят расследовать убийство до конца. Дело даже здесь не в Борисе Немцове, хотя и в нем тоже. Дело в том, что была нарушена монополия на насилие. Монополия на насилие должна принадлежать власти, должна принадлежаться силовикам. И никто не смеет ни в одной стране мира покушаться на эту монополию. И в данном случае как раз расследование, в расследовании силовики заинтересованы для того, чтобы всем продемонстрировать, что никто не имеет права на эту монополию покушаться. Ну, хорошо. А почему тогда? Но при этом вы же видите, что все следы ведут в Чечню. И совершенно очевидно, что Путин не заинтересован в том, чтобы у него начались еще какие-то проблемы на Кавказе. Нет, ну мы не знаем, да, ведут они в Чечню, не ведут они в Чечню. Но, по крайней мере, такие вопросы возникают, они должны быть выяснены в ту или в другую сторону. Безусловно, да, безусловно. И они не выяснены. Ну, по крайней мере, все те вбросы информации, которые мы наблюдали последний год, говорят о том, что туда именно и ведут следы. И об этом уже многие говорят в открытую. И вспомните, когда следователи не могли допросить многих людей, которые находились на территории Чечни, ну, много всего было. Ну, и до сих пор. Да. Поэтому, я думаю, что, во-первых, никто не хочет каких-то проблем на Кавказе. Я думаю, что именно с этим и связано отсутствие вот этой политической воли расследовать до конца. То есть, Вы хотите сказать, что высшее руководство, кто бы оно ни было, оно, конечно, безусловно... Я думаю, высшее руководство – это президент Владимир Путин. Ну, а я так хотела сказать, что, может быть, это и не только президент Путин. Ну, по крайней мере, я знаю, что... По крайней мере, такие разговоры в Думе слышу, что силовые структуры, начиная от ФСБ, заканчивая там Следственным комитетом, заинтересованы были в том, чтобы расследовать убийство. Вот, так я и хочу... Более того, я Вам могу сказать, что все уже прекрасно знают наверху, кто организатор, кто исполнитель, как это все происходило. Но, к сожалению, они не хотят этим поделиться с общественным. Вот, вот я поэтому Вас и спрашиваю. Высшее руководство поставлено перед выбором либо Кадыров, либо силовики. И делает, в общем, выбор в сторону Кадырова. Получается так. На этом этапе, да. Вот сейчас, да. А что может измениться? Может измениться конъюнктура. Там же тоже идет внутриэлитная борьба. Там тоже с переменным успехом она ведется. Поэтому я не исключаю, что, видимо, силовики стали набирать в последнее время в этой борьбе. Вот, в связи с чем Рамзан Кадыров нам демонстрирует вот эти все... Нервы. ...свою лояльность президенту. Всеми заявлениями. Вот для этого проводятся митинги. Для этого проводятся все вот эти вот акции, связанные с борьбой с пятой колонной или еще с кем-то. Вот это все является следствием вот этой борьбы внутриэлитной между силовиками и руководством Чеченской Республики. Хорошо. Давайте мы сейчас делаем... То есть, понимаете, здесь не надо оппозиции чего-то демонстрировать Кадырову. Мы все прекрасно понимаем, какие у него возможности и какие у всех риски. Для этого не нужно делать такие заявления. Эти заявления адресованы не оппозиции. Эти заявления адресованы верховной власти. Давайте мы продолжим через несколько минут в программе «Особое мнение» депутат Госдумы Дмитрий Гудков. Когда завтрак уже кончился, а обед еще не думал начинаться, я вспомнил об одном очень важном... Вы все про это сказали? Что-то еще есть? Про расследование? Что можно... Не, про расследование что я могу сказать? Я же не видел документы. Или про марш. Здесь можно сказать, что... И просто мне продолжать сейчас эту тему? Я про марш просто ничего не знаю. Пока. Я еще не встречался с организаторами. Я просто знаю, что она будет 27-го, по примеру, планировать. И вроде там какая-то подготовка уже началась. Ну, то есть мы тогда заканчиваем эту тему, да? И сейчас пойдем тогда про рубль и про... Ваши пятницу. После пятнадцати часов. Еще новость, что у инвестиций упали. Я сейчас об этом даже все в блоге рассказал. Неужели? Нет, так что это страфический упали. На 92%. То есть у нас прямых иностранных инвестиций... Ну, вы знаете, если в Соединенных Штатах Америки... 384 миллиарда долларов, это больше российского, почти два российских бюджета. В нашу страну 1,7. Я буду являться показателем... ...дого, когда наша экономия... Слава Богу, попадаются такие люди, которых интересуют не только слова, но и суть. Слава Богу, программа «Суть событий» на своем месте. Я Сергей Парховенко. Я вам говорил, не волнуйтесь, я все объясню. Объясняю. По пятницам. С 9 до 10. Итоговая программа «Сканер» с Ольгой Бычковой. Совместно с агентством «Интерфакс». Слушайте по пятницам. После 22 часов. Обсуждаем самые упоминаемые события и персоны за неделю по мнению агентства «Интерфакс». Программа «Сканер». По пятницам после 22 часов. Эхо Москвы и Петр Мамонов представляют. У меня огромная коллекция виниловых шедевров. Сижу я, слушаю удивительный американский и английский винил. И стало мне жутко стыдно, ребята, что я вот так... Балдею, и никому это я не отдаю. Все опять себе, себе, себе. Слушайте в ночь с воскресенья на понедельник после часа ночи. Программу Петра Мамонова «Золотая полка». Радио «Эхо Москвы» и компания «РТВАЙ» представляют программу «Особое мнение». Мы продолжаем программу «Особое мнение». У микрофона Ольга Бочкова с особым мнением депутат Госдумы Дмитрий Гудков. Мне тут говорят, что 27 февраля – это не через неделю, а через месяц и через неделю. Да, действительно, это так. Извините, это я оговорилась, конечно. Ну, давайте мы сейчас перейдем к одной из центральных сегодняшних тем. Это, конечно, то, что происходит на валютных рынках, то, что происходит с рублем. Очередной рекорд. Евро сегодня был до 93 рублей. При этом Дмитрий Песков из Кремля сказал, что это совершенно не обывал рубля. Курс действительно меняется, и курс волатилен. И не надо паниковать, считают наши руководители. Вы считаете, это обвал или не обвал? Давайте вот с определениями вначале. Давайте сравнивать все-таки не за один день, а давайте сравнивать хотя бы за несколько лет. Ну, слушайте, каждый день тоже, в общем, каждый день жутковато выглядит. То есть, два с половиной раза обвалился рубль за последние два года. Конечно, обвал. Но даже это не самая страшная новость. Есть новость пострашнее сегодня для российской экономики. Еще лучше. Обвал прямых инвестиций в Россию. То есть, вот смотрите, в 2013 году было порядка, но разные данные. Есть данные ООН, есть данные ЦБ. Значит, прямые инвестиции в Россию составляли 79, ну, там разные цифры, в районе 70 миллиардов долларов. В 2014 году эта сумма была 17, а в 2015 они упали на 92%. То есть, у нас прямые инвестиции составляют 1,7 миллиарда долларов. То есть, это катастрофа. Ну, для сравнения, первое место занимает в этом рейтинге Соединенные Штаты Америки, в котором проинвестировали в 2015 году, вот вдумайтесь в цифру, 384 миллиарда долларов. Это там почти два российских бюджета. А у нас 1,7. Разница 220 с лишним раз. Это вот так мы хотим бороться, якобы бороться с Соединенными Штатами Америки. Нет, это мы такая супердержава, конечно. Вот такая супердержава. Вот эти цифры пострашнее. При этом за два года только отток капитала составил 210 миллиардов долларов, это данные ЦБ. Вот просто посчитайте разницу в тех деньгах, которые приходят в Россию, которые уходят из России. Это означает, что не будет инвестпроектов, не будет создаваться рабочие места, не будет развиваться экономика. Вот это вот страшно. И заканчиваются резервы. Этих резервов хватит в лучшем случае на два, два с половиной года, ну кто как считает. Ну, некоторые говорят даже на полгода текущего. Ну, я думаю, что будет просто ослаблять рубль, обесценивать рубль для того, чтобы это время растянуть. Объективно, конечно, на 16-й год денег хватит. Скорее всего, хватит и на 17-й год. В зависимости от того, как тратить. А когда вы говорите «хватит», это на что хватит? Это хватит на то, чтобы поддерживать текущий бюджет, балансировать бюджет. То есть у нас бюджет же ведь дефицитный. Для того, чтобы хоть как-то нам выполнять даже вот эти параметры, заложенные этим бюджетом, необходимы деньги из резервного фонда. То есть я просто хочу сказать, что у нас даже этот бюджет урезанный, он балансируется при цене на нефть 82 доллара за баррель. Или 84. А сейчас, извините, 27. Это бренд, а Юрлс, я думаю, еще на 10% ниже. Ну, его, конечно, пересматривают. Это 25, наверное. Но, тем не менее, да. Ну, хорошо, и дальше что, Паш? Вот вы лично, как депутат, политик и человек, вы к чему готовитесь? Ну, если мы не будем проводить никакие реформы, то я готовлюсь к тому, что жизненный уровень россиян снизится в разы. Просто в разы снизится на протяжении, там, 5-7 лет. И мы будем потихонечку на 10-20% терять в доходах. Это все почувствуют. То есть, грубо говоря, ослабление рубля на 10%, как считают экономисты, дает инфляцию 1%. Так что, вот, считайте. У нас в прошлый год, по-моему, официальная инфляция 12%, а если мы возьмем там на товары первой необходимости, и то больше. Я думаю, что все, особенно средний класс, сейчас почувствовал уже на себе последствия кризиса. Кризис серьезный, он не похож ни на что. Это не 2008 год, это даже не 1998 год. И, к сожалению, это не кризис возможностей. Потому что кризис, сюда говорят, в кризис появляются новые возможности. Здесь с такой экономикой, коррумпированной экономикой, неэффективно, нет никаких возможностей. Более того, на протяжении 10 лет будет падать потребление нефти и газа, у нас больше нет ничего, что мы можем предложить. Без реформ мы теряем конкурентную способность во всех сферах. Никакого импортозамещения не может быть в таких условиях. Потому что импортозамещение может быть тогда, когда есть дешевый кредитный ресурс. А мы сейчас находимся вообще под санкциями, у нас нет доступа к дешевым западным кредитным ресурсам. В итоге экономика и встала. Ну, конечно, не только из-за санкций, но все вместе. Цены на нефть повлияли, неэффективна наша экономика, отсутствие реформ и, безусловно, санкции, которые ввели после присоединения Крыма. То есть вы хотите сказать, что в ближайшие 5-7 лет вот такое вот снижение уровня жизни, неуклонное, это неизбежная история? С этой властью, которая не готова проводить никакие реформы, это неизбежно. Ну, предположим, приходит завтра совершенно другая власть. Не знаю как, не знаю почему, не знаю каким способом. Если приходит другая власть, то... Ну, допустим, и что? Нет, если приходит другая власть... Ну, потому что уже ведь обстоятельства все очень плохие. Подождите, если приходит другая власть, если другая власть прекращает все вот эти геополитические авантюры военные всякие, если другая власть начинает восстанавливать отношения с Западными, если мы выходим из-под санкций, если мы проводим нормальные экономические и политические реформы, если мы привлекаем инвестиции, то появляется шанс. Но зависимость рубля от нефти никакая другая власть вот так одномоментно не изменит. Какая бы она прекрасная, прогрессивная, умная... Конечно, конечно. Если мы проведем серьезные реформы, результат будет через 5 лет, не раньше. А может быть и после. Конечно, безусловно. Но чудес не бывает. Не бывает. То есть нефтяное вот это вот благополучие нулевых связано с реформами 90-х. Вас спрашивает Виталий. Падение рубля приведет к реформам или к закручиванию гаек? Ну пока мы видим, что это ведет к закручиванию гаек, к сожалению. А какие гаеки сейчас заключают? Ну смотрите, надо понимать, что такое реформа. Вот об этом сказал Греф, и я с ним согласен. Не бывает, не может быть никаких сейчас экономических реформ без политических. Почему? Что такое экономические реформы? Это привлечение инвестиций, да, это развитие бизнеса. Не может бизнес развиваться в условиях, когда нет, например, независимых судов. Когда ты не можешь защитить свою собственность, частную собственность. Поэтому почему отсюда бизнес бежит? Да потому что здесь опасно вести. Опасно вести какие-то дела в нашей стране. У тебя могут забрать в любой момент бизнес. Ты не сможешь выиграть суд. Ты не можешь защитить свою собственность. Поэтому инвестиции уходят. А независимая судебная система, это уже политические реформы. А политические реформы означают, что президент должен поделиться властью. С кем? С парламентом, с судом, с регионами и так далее. Вот готова власть наша потерять этот контроль, создать независимые институты, создать нормальные условия для политической конкуренции? Вот если она готова, то у нее есть шанс. Так вас и спрашивает слушатель, вот жареный петух уже клюнул до такой степени, что она уже будет готова на все. Или нет? Или нет вообще даже такого петуха? Нет такого петуха, к сожалению. Потому что в авторитарной стране, в авторитарном государстве лидер всегда живет своей собственной жизнью, своими представлениями, своей картиной мира. Я думаю, что Путин уверен, что в экономике нет серьезных проблем. Денег хватит на все. Хватит, как я уже сказал, на три года. И даже знаю все эти экономические расчеты. Как будет тратиться резервный фонд, как будут закрываться разные дыры. Я знаю вот такую позицию. Так и три же года тоже закончатся через три года? Ну, там живут веры в то, что цены на нефть отскочат обратно вверх, и все будет замечательно. То есть надо просто немножечко сейчас перекантоваться. Конечно. Потом я не думаю, что даже системные либералы всю правду говорят президенту. Потому что ему не нравится слушать плохие новости. Неужели не говорят? Конечно. Конечно. То есть вот президент не смотрит, как мы, такими широко раскрытыми, а тоже со глазами на эти новости. Царю не нравятся люди, которые приносят дурные вести. Он смотрит широко закрытыми глазами? Я думаю, что ему рассказывают, что все в принципе хорошо. Да, конечно, есть вот такие-то проблемы, но они закрываются так-то, так-то и так-то. Вот примерно, ну, там иногда что-то может сказать Греф, иногда может что-то сказать Публичный Кудрин, но находятся массы других околокремлевских экономистов, которые говорят, что нет, на самом деле все у нас не так плохо. Давайте прервемся, мы потом еще продолжим эту беседу. Это Дмитрий Гудков, депутат Государственной Думы в программе «Особое мнение». Это, как правильно сказал Белковский, или не Белковский, он Белковский сказал, что, как же он сказал, он говорил о профессии политолог, что очень часто политологи говорят не то, что нужно политику, а то, что он хочет слышать. Это правда. То же самое с окружением Владимира Путина. Это да. Вот ты же хочешь решить какой-то свой еще частный вопрос. Вот если ты хочешь, чтобы президент был в хорошем расположении. Ну да, или тебя нанимали для того, чтобы ты решал эти проблемы, а тут черт знает, что происходит. Литвиненко, Ленин, да? Сейчас вот дальше. Ой, а что мы про Ленина? Поддержим захоронения? Не надо выносить. Надо бы носить. Или уже все забыли об этом, или вообще это не важно, например. Вообще, может быть, зачем сейчас вспоминать? Политический характер. Парламентская ассамбляя Совета Европы проведет слушание по делу об убийстве Бориса Немцова. Заседание состоится в понедельник. Как пишет, что в Крисанте там может быть принято решение об использовании инструментов международного права для восстановления виновных. Интересно. Углашен зампред партии Парнас Владимир Карамурза. Он сообщил, что собирается добиваться назначения специального докладчика по СЕП-расследованию. Между тем, в Следственном комитете России говорят, что считает убийство Немцова раскрытым. Русские витязи не прибыли на авиавыставку в Бахрейне. Кто же травил Карамурзу? Иран не дал разрешения на пролет через его воздушное пространство. Об этом только что с памяткой молнии сообщили регистрирование. Потому что теперь знает. Нет, ну явно, что это было отравление. В следующих выпусках новостей. Это литровский праздник. Да. Как все нравится Москву. Жарптицу на Лубянке могут поставить. Прекрасное место. Верно, скорее покупать. Кстати, то, что в ПАСЭ будет происходить такая конференция, это в каком-нибудь самое точном? Серьезный шаг. А что он сказал? Конференция? Я не могу это ноль найти. Конференция или слушание? Слушание. Слушание. Давайте сейчас про это скажем. Да, да. Что это важно? ПАСЭ, правильно я вас слушал? ПАСЭ, да. Я тоже поняла, что ПАСЭ. Целая лавина от жмена и драйва. Добро пожаловать в загородный комплекс Паскаменко. Коттеджи в альбийском стиле для комфортной жизни. В аренду и собственный сноупарк для активного отдыха. Загородный комплекс Паскаменко. 26 километров от МКАД по Дмитровскому шоссе. Телефон 495-780-3204. 780-3204. Реклама на радио ЭКОМОСХВЫЙ. 921-40-41. Кот 495. 921-40-41. Кот 495. В четверг после 19. Гость программы «Особое мнение» журналист Максим Шевченко. Особое мнение в четверг после 19. Притом, что мы туда вроде как не поедем. Депутаты не едут. Угу. Что является вообще большой-большой глупостью. Не пропустите. Потому что мало того, что и так страна в изоляции, так это еще путь к самоизоляции. Ну да. Я на вас обиделся, с вами не буду дружить. Глупость. Хотя бы надо использовать это как площадку. Начинаем, да? Угу. И компания «Актива» представляет программу «Особое мнение». Мы продолжаем программу «Особое мнение». У микрофона Ольга Бычкова с особым мнением депутат Госдумы Дмитрий Гудков. И так вот мы слышали только что в новостях, что теперь уже парламентская ассамблея Совета Европы может провести слушание и как-то постараться вникнуть в ситуацию с расследованием убийства Бориса Немцова. Да, да. Я считаю, что вообще это очень полезное слушание. Почему? Потому что в любом случае Россия участник различных международных организаций. Есть сотрудничество на уровне спецслужб. Есть сотрудничество там между разными институтами. И любое международное вот такое расследование это дополнительный механизм влияния на многие процессы здесь, в стране. Поэтому если еще будет давление со стороны организации, членом которой там является Россией, это... И куда мы не поедем, ваши коллеги. Это большая глупость, что мы туда не поехали. Я бы с удовольствием поехал, потому что не нужно еще самим уходить в изоляцию. Одно дело, когда кто-то вводит санкции, другое дело, когда мы сами уходим в самоизоляцию. Не используем эту площадку для отстаивания своей точки зрения или хотя бы для того, чтобы выступить, найти каких-то союзников, объясниться и так далее. То есть дружить и общаться в любом случае надо. Даже когда ваши позиции там не совпадают, мягко говоря. Вот. Но... А что такое? Вот скажите... Вот это международное... А скажите, пожалуйста, это что такое? Это такая обидчивость? Это очень тонкая политика, смысла которой мы не понимаем до конца? Нет. Это уже такое желание, в конце концов, двинуться в направлении выхода из всех этих международных организаций? Это почему так себя ведут? Это просто плохая дипломатия. Очень плохая дипломатия. Я выпускник дипломатической академии МИД. Вот как раз Министерство иностранных дел, еще в нулевых вначале, нам объясняло, для чего нужна дипломатия, для чего нужна геополитика. Все очень просто. Геополитика нужна для того, чтобы отстаивать наши национальные интересы и, так сказать, наше влияние в мире, чтобы росло. А дипломатия нужна для того, чтобы дружить тоже в интересах страны. А наши интересы, на самом деле, это наши какие-то экономические потенциалы страны. Вот и все. Ну, то есть это высокий профессионал. Да, именно поэтому цивилизованные страны, они давно уже занимаются так называемой дипломатией мягкой силы. Это развитие институтов, это создание притягательного образа жизни. То есть, грубо говоря, Голливуд, да, как бы там, кто к нему не относился, это является таким очень важным институтом, который продвигает определенные ценности. Ну, это все про нас. Так же, как Биг Марс, там, и все что угодно. Да, мы понимаем, это про нас. Вот, это мягкая сила. То есть, грубо говоря, вот, у нас все кричат, мы не любим Америку, а при этом пользуются все телефонами, интернетом и так далее, созданными технологиями там. И это является вот этой мягкой силой. Поэтому жесткая сила, она уже давно не работает. Вот то, что мы делаем сейчас, это какой-то детский сад. Мы на всех обижаемся, мы ни с кем не сотрудничаем, мы вводим какие-то ответные санкции, которые по нам бьют, в первую очередь, а не по Западу. Вот у меня уже лежит в Государственной Думе полтора года законопроект, который мы с зубом внесли, о том, чтобы отменить вот эти контрсанкции продуктовые. Потому что они, в первую очередь, ударили по российскому потребителю. Российские потребители отоплачивают вот эту вот прихоть, вот этот каприз из своего кармана, потому что цены выросли на продовольствие, это первое. А второе мы же потеряли в качестве. У нас теперь некачественный продукт, это все уже заметили. Надо принимать закон. Зато приобрели в цене. Знаете, цена стала больше, лучше и красивее, кажется. Вы готовы платить за все это удовольствие? Я думаю, что миллионы россиян тоже не хотят платить за все это удовольствие. Хорошо. А что делать, вот как реагировать на историю с расследованием смерти Александра Литвиненко? Обнародован доклад сегодня. Сказали, что Патрушев с Путиным могли каким-то образом иметь к этому отношение или санкционировать, или быть в курсе. Есть уже реакция о том, что все это абсурдно, что все это преступно и так далее. Ну, я не знаю, как они будут реагировать. Ну, вернее, я знаю, как они будут реагировать. Герои, упомянутые в этом докладе. Так они уже не все, конечно, но уже сказали, что все это не так. Да, ну, просто совершенно очевидно, что наша власть должна задуматься, потому что это уже серьезное обвинение. И более того, это обвинение сформулировали не журналисты блогера, а судья. Да, то есть это фактически судебное решение. И если мы на это никак не будем реагировать, а я, честно говоря, не понимаю, как власть может вообще на это отреагировать, то вот будет очередная изоляция. Расследование перешло из уголовной в политическую плоскость. Сказал, например, Следственный комитет. Ну, это означает, что у нас будет новый дипломатический скандал, это означает, что у нас будут ухудшаться отношения не только с Великобританией, это будет мировой скандал. Но с Великобританией уже у нас... Конечно, но это не только с Великобританией. И с другими странами будут обостряться отношения. Потому что одно дело... Куда уже? Куда. Куда угодно могут обостряться отношения. Может быть, новая волна санкций. Может быть, все, что угодно. Это ведь влияет и на инвестиционную привлекательность нашей страны. Потому что если у страны вот имидж террориста, который направляет куда-то убийц для выяснения отношения за пределы государства, то с такой страной просто никто не будет иметь дела. В том числе бизнес не будет иметь дела. Но какой бизнесмен начнет вкладывать деньги в страну, Так вы уже только что сказали, что не имеет дела. Что вот этот жалкий там миллиард, который... Ну подождите. Это же действительно смешно. Но мы же должны о будущем думать. Сейчас такая ситуация. Но эту ситуацию можно исправить. Можно исправить. Но чем дальше мы будем уходить в изоляцию, тем сложнее и дольше мы будем из этой изоляции выходить. Мы все равно будем выходить из этой изоляции. Потому что Китай никакой альтернативой Западу не является. А без западных инвестиций, без западных технологий просто мы не выживем. Надо просто понимать. Да, ну просто вот тут целый день сегодня сыпься новости на эту тему, которые говорят, что, конечно, это уже началась просто какая-то дипломатическая война. Потому что Дмитрий Песков сказал, что расследование, которое ведется в Великобритании, это не тема, которая интересна для нас, но правда сказал, что ознакомится с материалами. Уже вызывают посла, уже МИД говорит, что это политически ангажированный доклад. Ну то есть вот, видимо, что уже вся тяжелая артиллерия пошла, что ли? Нет, ну на самом деле, ну что, это пустые заявления, которые вообще никакой роли не играют. Мы же прекрасно понимаем. Это заявление для российской прессы, для российской аудитории. Мы ни в чем не виноваты, нас обвиняет, нам объявлена война. Вот смотрите, они даже обвиняют президента чуть ли не в организации убийства. Это, понятно, это реакция, которая рассчитана на нашу аудиторию. А здесь важна, какая будет реакция по дипломатическим каналам. Вот это гораздо интереснее. Одно дело, что мы показываем... Вызывают российского посла в Лондоне. Вот. Надо посмотреть, что будет дальше. Какая будет реакция на дипломатическом уровне, на уровне каких-то там санкций. Будем ли мы вызывать посла? Будем ли мы разрывать какие-то дипломатические отношения? Вы думаете, может даже до такого дела дойти? Ну, думаю, что нет, конечно. Разорвать дипломатические отношения с Британией? Ну, я сейчас просто перечислил набор опций, да? Я думаю, что до этого не дойдет, конечно, но какая-то обратная реакция, наверное, будет, потому что... Я вас просто спрашиваю обо всем об этом, чтобы понять, что вы думаете, насколько, в принципе, вот то, что сейчас происходит вокруг дела об убийстве Литвиненко, насколько это, в принципе, опасно. Для кого? Для страны, для того положения, в котором мы все находимся. Может быть, косвенно для экономики. В долгосрочной перспективе это очень сильно влияет на имидж нашей страны, репутация, и, конечно же, это будет влиять и на инвестиции, на инвестиционную привлекательность, на экономику и, в конечном счете, на благополучие граждан. То есть здесь нет такой прямой зависимости, но вот все, что происходит в нашей дипломатии, с нашей дипломатией, все, что происходит в нашей внешней политике, это влияет долгосрочно на привлекательность России, безусловно. Перед тем, как мы сейчас с вами пошли вот в этот эфир, пришла новость про Путина и Ленина, который, Путин, высказался очень резко негативно о результатах деятельности и идеях Владимира Ленина, которые привели к разрушению России. Цитата. Он сказал про идеи, про мысли, там была такая дискуссия с руководителем Курчатовского института Михаилом Ковальчуком про идеи, и он сказал, что в конечном счете эта мысль привела к развалу Советского Союза, вот к чему. Там много было мыслей, таких как автономизация и так далее. Заложили атомную бомбу под здание, которое называется Россия, она и рванула потом. А мировая революция нам не нужна была. Вот такая мысль. Там сказал Владимир Путин на президентском совете. Как-то внезапно так он высказался, надо сказать. О роли Ленина не доходили еще руки у президента, по-моему. По-моему, если я ничего не путаю до сих пор. Значит ли это, что опять начнут выносить из мавзолея? Ну, я думаю, до этого не дойдет. Как опять не дойдет? Я думаю, не дойдет, потому что такая фраза не вырвана из контекста. Я думаю, что это была просто такая реакция на вопрос. Ну, поскольку я успел ознакомиться, это был ответ на вопрос. Я разделяю оценки, негативные оценки Владимира Ленина, его роли и так далее. Но только он здесь перепутал причины и следствия. Нельзя революцию организовать. Для революции должны созреть определенные условия. Во всех революциях виноваты... Вот это вопрос дискуссионный, ответили бы вам в Кремле. Ну, да не, конечно. У них своя паранойя, но во всех революциях виноваты власти, которые доводят ситуацию до взрыва. Если мы берем там ситуацию в Киеве, Яныкович виноват, а не те, кто вышел. Не надо создавать поводов для того, чтобы люди выходили на улицы. Надо проводить вовремя реформу. Нужно... То есть, это царское... Царь виноват. По большому счету. А Ленин хороший. Ага. Не, дело не в том, что он хороший. Дело в том, что мог бы быть кто-то другой. Все равно это как стихия. Ее нельзя организовать, нельзя остановить. Совершенно очевидно, что отсутствие реформ, отсутствие справедливости, отсутствие нормальной жизни приводит к тому, что люди выходят на улицу. И когда власть не готова... Он так и будет лежать там, на Красной площади, как вы думаете? Или сейчас столько у нас действительно других проблем, вот все перечисленные в этом эфире, и не только они, что даже не надо сейчас об этом Реформаторы, вот если к власти придут люди, которые захотят строить новую Россию, правовое государство, демократическую Россию, конечно, они избавятся от старых символов. Нынешняя власть, она не хочет никаких реформ. Нынешняя власть — это политические консервы. Поэтому все старые символы, они останутся. Я не думаю, что нынешняя власть будет посягать на эти символы. А вот следующая обязательно это сделает. Потому что боится? Потому что неинтересно? Потому что что? Потому что вполне комфортно они живут с этими символами. Они сами консерваторы. Они не хотят никаких перемен, мы это видим. А избавление от символа, от Ленина, это фактически означает, что происходят какие-то перемены. То есть, слава словами, о мавзолее, мавзолее. Конечно. Понятно. Спасибо вам большое, Дмитрий Гудков, программе «Особое мнение». Да. А, хорошо. Карамурзения? Спасибо. Так, это Карамурзы, вы знаете, да? Да, да, да. При вознождении Владимира Высоцкого спрашивает Карамурза. В чем тайна его многолетней популярности? Мне кажется, он был народным очень. То есть, он очень точно угадывал настроение эпохи. Вот, мне кажется, так. Там же короткие вам нужны, да, какие-то? Короткие? Можно, можно, по-длиннее, можно, по-короче, как хотите. Это уж там Карамурза потом будет разбираться, что-нибудь брать. 91 год назад умер Ленин. Какова его роль в истории 20 века? Это, скажем так, история упущенных возможностей. Страна, которая могла развиваться, действительно, конкурировать с ведущими экономиками мира. Страна, которая могла превратиться в серьезное демократическое правовое государство. Общество, которое бы смогло, ну, привести страну, скажем, там, двадцатку крупнейших развитых стран мира. Вот это история упущенных возможностей. Поэтому все, что происходило это 70 лет, это история отрицательной селекции, когда лучшие люди из этой страны выезжали. К сожалению. 25 лет назад началась операция Буря в пустыне. Следовало ли тогда же свергнуть режим Саддама Хусей? Ну, я считаю, что Соединенные Штаты в любом случае совершили очень много ошибок. Потому что очень часто в результате вмешательства, вот тренд на то, чтобы там появлялись светские, скажем так, государства, вот этот тренд, он изменился. И, наверное, здесь нужно было как раз использовать дипломатию мягкой силы, о которой я вот в программе сказал. 14 лет назад приказом Минпечати был закрыт телеканал ТВ-6. Почему Кремль так боялся независимого телевидения? Потому что у нас телевидение является не об одном антикоррупционном расследовании. И, конечно, любая власть стремится взять под контроль вот эти все инструменты. И не просто так говорят, что власть, что СМИ это четвертая власть. Так вот, если контролировать этот инструмент, то ты можешь спокойно какое-то время существовать в информационном пространстве, можешь формировать в себе высокие любые высокие рейтинги, ты можешь манипулировать общественным мнением, можешь избавляться от своих политических оппонентов. СМИ появился в норвежском городе Тромсе. Зал рассчитан на двух зрителей и располагается на территории...